всем привет сегодня у нас с вами обзор на женский аромат от бренда лапаретто называется он pink molecules 009 и собственно я думаю что многие из вас сразу же и по названию и по оформлению поймут в каком направлении выполнена эта история у них перекликается вообще все сейчас я вам покажу сам флакон состав нот дизайн даже название практически один в один у меня сегодня не обзор а сплошное наслаждение потому что девятую молекулу оригинальную я пробовала она мне очень понравилась и необычно эта история тем что у нее отсутствуют средние ноты я честно вам скажу я не удержалась когда мне ее прислали я уже сразу ей нам шикалась ходила с ней поэтому сейчас не будет никакой первой реакции просто буду рассказывать вам свои ощущения очень жаль что мне этот парфюм прислали только осенью потому что конечно это идеальная вообще история на весну и лето но я буду ей пользоваться круглый год я ее себе уже оставила потому что запах конечно это чистый восторг первое что здесь слышу я я уверена что услышите и вы это конечно розовое шампанское смешанное с абрикосом и действительно это такой искрящийся сладкий взрыв пузырьков в обрамлении фруктовых нот прям бомба аромат очень легкий очень свежий он сладковатый но это вот именно сладость шампанского и абрикоса две эти ноты безумно гармонично переплелись на старте здесь еще заявлено бузина и пион в начале самом вот но я их особо не слышу единственное что пожалуй пион придает ему вот действительно оттенок такой цветочной нежности аромат но прям очень женственный это прям нежнятинка нежнятинка для диснеевских принцесс или для безумно каких-нибудь романтичных натур мне он подходит на сто процентов я конечно не принцесса но мне очень нравится нежные легкие парфюмы с таким вот интересным вкусным стартом сейчас я вам зачитаю всю пирамиду композиции и дальше уже буду рассказывать про стойкость и шлейфовость в начале как я уже и сказала здесь абрикос розовое шампанское бузина и пион сердца здесь нету и в базе здесь взбитые сливки древесные ноты и махагони не знаю что такое махагони сейчас посмотрю первый раз вижу эту ноту поэтому ничего вам сказать не могу аромат легкий и за счет этого конечно он достаточно быстро улетучивается с кожи не ждите от него ни в коем случае феноменальной какой-то стойкости это вот максимум три часа дальше придется обновлять ну и шлейф у него тоже ниже среднего поэтому не рассчитывайте что будете заполнять собой все пространство это идеальный повседневный парфюм который подойдет как школьницам так и студенткам так и более опытным дамам вообще нет у него абсолютно никаких ограничений конечно пирамида легкая да и она бы идеально как я уже говорила вписалась в летний весенний сезон но в целом ничто не мешает вам пользоваться ей и сейчас как это буду делать я на я посмотрела что у нас означает но там ахагони это красное дерево и несмотря на то что у нас база наполнена в целом деревянными акцентами я их вообще не слышу то есть для меня в принципе вот он как звучит на старте также он точно и потухает никакого раскрытия я здесь не чувствую абсолютно да и вот розовое шампанское пион и абрикос это вот три ноты которые здесь ярчайшие пион в меньшей степени но вот розовое шампанское и абрикос да здесь прям много слышно громко готовьтесь к этому и в целом если можете себе представить как это звучит а я думаю сделать это достаточно просто то же самое вы получите и на коже оставлю его себе я думаю что он у меня очень быстро закончится потому что такие ароматы я прям люблю приготовьтесь также к тому что будет сладость он сам по себе играет такими искрящимися сладенькими переливами но сладость не химическая не липкая не приторная это вот прям легкая такая бодрая весенняя сладость аромат прям круто поднимает настроение я конечно очень рекомендую девушкам и женщинам на него обратить внимание ссылочку как обычно прикреплю под этим видео если вы пробовали этот аромат обязательно делитесь своими мнениями и впечатлениями но мы с вами увидимся завтра в следующем обзоре всем пока